Они прошли через столетия, пережили самых разных хозяев, побывали в самых разных уголках мира и, наконец, оказались в заботливых руках коллекционера Ахмед Паши Алибалатова. Большая антикварная лавка или маленький музей истории, который мужчина открыл два года назад, теперь может посетить каждый проезжающий мимо села Карбадахкент. О необычном увлечении оказалось обычного сельского жителя, расскажет Хаджат Мазгарова. Вот это один из речащих вещей деревянного искусства Дагестана. Это ступка. Она принадлежала для войска. Когда на походы шли, они чеснок толчили, чтобы не болеть. Он знает историю, предназначение и даже бывшего владельца каждого экспоната. Вот уже около 50 лет житель села Карабадахкент. Ахмед Паша Алибалатов собирает старинные вещи. В его музее фарфоровая посуда, которой уже более 500 лет, ковры, украшавшие дома дагестанцев еще в середине 18 века, облюбленный всеми сельскими барышнями английский дамский столик 1800 года, трофейная немецкая пианино, на котором в свое время играли известнейшие люди республики. 1883 года, Офенбахер. Рабочий? Рабочий, рабочий. Ну, немножко настроить надо еще. Необъятна география вещей. Европейская мебель, восточные настольные игры, азиатское оружие. Вот, например, 300-летняя самурайская катана – любимый экспонат коллекционера. Тут надписи по-японски, золотом написаны здесь. Поражает и временной охват собранных экспонатов. Так, нож древнего римлянина соседствует с книгой о Сталине, изданной в довоенные годы на пяти языках Дагестана. Есть вещи, которым нашлось бы место и на полках самых известных музеев естествознания. Самый древний экспонат в коллекции Ахмедпаши Альбулатова – окаменелый зуб мамонта, обнаруженный в горах Дахадаевского района во время раскопок 13 лет назад. Время, как разные культуры и обладатели изменяли внешние виды этих вещей. Вот, например, старинный тибетский кинжал лишился лиц монахов на рукоятке. Хранитель музея объясняет это тем, что один из владельцев стер изображения, противоречащие традициям ислама. А эту керосиновую люстру, которую уже около 200 лет пытались адаптировать к веку электричества. Тут провода подцепили, хотели, наверное, лампочку поставить. А сюда заливается керосин. Он ездил по антикварным столицам мира, встречался с другими коллекционерами, выкупал экспонаты. Большинство вещей Альбулатов приобрел все же в Дагестане, у людей, которые не ценят старину так, как он. Есть нумизматы, филателлисты. Разные антикварчики есть. Все разные вещи собирают. Я все хотел. Обычно Ахмедпаша Альбулатов не охотится за какой-то конкретной вещью. Но на этот раз он точно знает, каким экспонатом пополнится его коллекция в скором будущем. У меня мечта есть купить тачанку. Поле минуты есть, максимум, а тачанки нет. Почти все вырученные средства от продажи фруктов у коллекционера сад идут на содержание музея и покупку новых экспонатов. Близкие разделяют увлечения Альбулатова, ведь так у них, как и у сотни посетителей музея, появляется возможность прикоснуться к истории. Хаджат Мазгар, Василий Таджибов. Время новостей.